Впервые сборная команда 17 стран Европы разыгрывает Кубок Европы по футболу. Кто же выйдет в четвертьфинал? Команда Венгрии или Советского Союза? Это решится сегодня. Первый матч Кубка. Венгры проиграли нам 3-1. Судя матча Коваль, его помощники из Польши. На трибунах среди зрителей руководители венгерского правительства. Свисток судьи возвестил о начале матча. Советские спортсмены в темных футболках. С первых же минут нападают венгерские футболисты. И это понятно, ведь им для победы нужно забить не меньше трех мячей. И поэтому их план игры – постоянная упорная атака. Отбить трудный мяч. Сегодня играть нелегко. Поле мокрое, мяч тяжелый. Венгеры продолжают наступление. Яшин первым успевает забрать мяч. Кажется, хозяева поля всерьез решили взять реванш за поражение в Москве. А вот игрок сборной СССР нарушает правила игры. Штрафной удар. Яшин вновь берет мяч. Зрители в напряженном ожидании. Такой упорный натиск венгеров непременно должен завершиться голым. Мяч в сердце в его рот. Но это не гол. Было нарушение правил. Пола нет. Конечно, некоторым это неприятно. Но таковы правила игры. Кажется, первая волна атак венгерской команды отбита. Но нет. Мяч опять уже у венгерских футболистов. Левый крайний венгров Пенвеши передает мяч полузащитнику Божику. Но тот не смог удержать его. И вот уже атакуют советские футболисты. Сильный удар на тренере, но прямо в руки вратарю Грошича. Однако советские спортсмены продолжают атаку. Как и их соперники, они предпочитают сегодня атакующий стиль игры. Но вот, забрав мяч, венгры организуют ответное наступление. Пенвеши бьет. И, как видите, без результата. Мячом обладели советские спортсмены. Они проходят по штрафной площадке. На весной удар. Мяч отбит. Но атака продолжается. Сильный удар порезает вратарь Грошича. Наступление советской команды не ослабевает. И снова Грошич вынужден спасать свои ворота от опасности. Вот уже атака переходит по госпиталью. Мяч у нападающего тихий. Самотвержным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды в безопасности. Но венгры тут же организуют новые наступления. И снова Яшин ликвидирует опасность. Первая половина игры окончена. Мяч получает Месхи номер одиннадцатый. Очень хорошо умеет применять обманные движения Месхи наш левый край. Вот он обыгрывает защитника Матрой. Но Грошич на месте. И вот сейчас наши футболисты предпринимают решительный штурм ворот венгерской команды. Мяч у Войнова. Неотразимый удар. Гол. Венгры проигрывают 0-1. А в сумме двух игр, московской этой, наша команда имеет преимущество уже в три мяча. Футболист в Венгрии бросается в атаку. Ведь матч еще не окончен. Еще есть немного времени. Какая-то надежда отыграться. А теперь Кузнецов отбивает мяч подальше от своих ворот. Уже венгерскому вратарю приходится делать акробатический прыжок, защищая ворота. Великолепно играют сегодня оба вратаря. Время матча устекло. Со счетом 1-0 победила сборная команда Советского Союза. Победив в двух матчах, советская команда получила право продолжать борьбу в четвертьфинале за Кубок Европы по футболу.